Приветствую, друзья! На связи Андрей Жариков. В данном видео мы обсудим информацию о том, что один из основателей компании «Финика» Кирилл Доронин арестован на два месяца. Итак, известно еще со времен Советского Союза информационное агентство ТАСС опубликовало свежую информацию, датированную 30 июля 18.00, то есть сегодня, под названием «Сооснователя «Финика» Кирилла Доронина арестовали на два месяца». Следствие настаивало на аресте, так как установлены не все участники уголовного дела. Ниже мы видим фотографию. Насколько я понимаю, это и есть Кирилл Доронин в черной маске. Итак, давайте ознакомимся с информацией. Казань, 30 июля, ТАСС. Вахитовский районный суд Казани арестовал на два месяца одного из основателей финансовой организации «Финика» Кирилла Доронина, которого ранее задержала полиция, передает ТАСС из зала суда. Избрать в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу с помещением в СИЗО номер 2 УФСИН по Республике Татарстан сроком на один месяц 29 суток, то есть до 28 сентября 2021 года, огласил решение судья. Следствие просило арестовать Доронина, так как не все участники уголовного дела были установлены, а также указывалось на наличие двойного гражданства. Обвиняемый свою вину не признал, адвокат просил оставить его подзащитного под домашним арестом. После оглашения приговора адвокат Доронина заявил журналистам, что будет обжаловать решение суда. Согласно позиции защиты, вкладчикам были разъяснены риски и вероятность полной потери вкладов. При этом денежные средства в компанию напрямую не поступали, так как вклады делались в криптовалюте. По словам адвоката, часть денег вкладчикам уже была возвращена. Также Доронин объяснил получение турецкого гражданства планами по открытию трейдинговой компании в Турции. Что касается рисков и вероятности полной потери вкладов. В общем-то, те выступления Кирилла Доронина, которым нет, доводилось видеть, там действительно в своих видео он говорил, что гарантии не дает и риски присутствуют. Так что, в принципе, инвесторы компании Финника должны были понимать и осознавать те риски, которые в компании существуют. Подробности уголовного дела. Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что в пятницу сотрудниками МВД по республике Татарстан по подозрению о мошенничестве задержан один из руководителей компании Финника. Компания была зарегистрирована за пределами РФ. По данным источника ТАСС, Доронина задержали в рамках уголовного дела об организации финансовой пирамиды, которое было возбуждено 7 декабря 2020 года в отношении сотрудников компании после прокурорской проверки. В июле появилась информация, что вкладчики Финника не могут вывести свои средства из личного кабинета. Аккаунты пользователей оказались недоступны. В МВД по республике Татарстан поступило порядка 100 заявлений от вкладчиков организации. Сумма ущерба варьируется от 100 тысяч до 10 миллионов рублей. Надзорное ведомство установило, что с августа 2019 года по декабрь 2020 года неустановленные лица, действуя от имени компании на территории Татарстана и других субъектов РФ, организовали работу по привлечению денежных средств физических лиц под предлогом высокоэффективного их использования путем инвестирования в фондовые рынки, криптовалюту и на иных торговых площадках. Клиентам гарантировали доход до 25% в месяц. Злоумышленники неправомерно привлекли немедленно 80 миллионов рублей. Насчет, опять же, гарантий, еще раз повторю, в тех роликах, которые я видел, как раз Кирилл Доронин говорил, что он гарантий не дает и риск присутствует. Поэтому кто там и что гарантировал, это вот надо уже разбираться. Деньги распределялись между вкладчиками по принципам финансовой пирамиды. Ну, опять же, Кирилл Доронин утверждает, что в компании есть трейдеры, которые действительно торгуют и так далее. Ну, поэтому, мне кажется, правоохранительные органы должны разобраться в вопросе. Если у Кирилла Доронина есть доказательства того, что деньги распределялись не по пирамидальной схеме, а действительно пускались в работу, ну, что ж, пусть предоставят доказательства. Пусть трейдеры, наконец, дадут показания. Собственно, у каждого счета есть история и так далее. То есть, ну, если все, если в компании действительно шла торговля и деньги действительно работали, это, в общем-то, достаточно легко доказать. Также информацию об аресте Кирилла Доронина опубликовала «Комсомольская правда». В Казани задержали Кирилла Доронина, основателя финансовой пирамиды Финника. Тысячи людей со всей страны вложили в оказавшуюся мошеннической организацию миллиарды рублей. Здесь уже сумма идет не на миллионы, а на миллиарды. Есть фотографии Кирилла Доронина и под фотографией надпись «Перед задержанием Доронин успел удалить свой аккаунт в соцсетях». Основателя финансовой пирамиды Финника Кирилла Доронина задержали в Казани. В офисах компании прошли обыски, а сам Доронин аккурат перед задержанием удалил свой аккаунт в Инстаграме, где в последние дни активно общался с кладчиками, обещая вернуть им вложенные деньги. Уголовное дело по статье «Организация деятельности по привлечению денежных средств в особо крупном размере» было возбуждено еще 3 декабря прошлого года, что предлагали вкладчикам. По версии следствия, в период с 1 июня 2018 года по декабрь 2020 года «Неустановленные лица, представляясь от имени организации Финника, осуществляли деятельность по привлечению денежных средств под предлогом высокоэффективных вложений при игре на фондовых рынках, рынках криптовалюты и различных торговых площадках». Для привлечения наибольшего количества клиентов распространялась информация о приеме денег по различным программам, позволяющим выплачивать ежемесячный доход в виде высоких процентов либо приобретения имущества. Таким образом были получены не менее 70 миллионов рублей, при том, что по убеждению следствия фактически инвестиционная деятельность не велась. Ну, повторю, что Кирилл Доронин утверждает, что трейдеры в компании были и работа финансовая велась и так далее. Если это так, то, собственно, он сможет предоставить доказательства данной финансовой деятельности. На сегодняшний день в МВД по Республике Татарстан поступило порядка 100 заявлений от вкладчиков организации, сумма ущерба которых варьируется от 100 тысяч до 10 миллионов рублей. По каждому из них в ходе следствия будет принято процессуальное решение. Проводятся все необходимые следственные действия для установления наиболее полной картины совершения преступления. Прокомментировали ситуацию в МВД Татарстана. Впрочем, на удочку финансовой пирамиды попались не только жители Татарстана. По всей стране от Финника пострадали порядка 100 тысяч человек. Сумма ущерба исчисляется миллиардами. Как работала финансовая пирамида Финника? Финника предлагала супервыгодные инвестиции в криптовалюту, обещала до 30% прибыли в месяц. В рекламе задействовали самых известных блогеров. Они рассказывали о том, что за полгода купили новые машины и квартиры. Реклама изобиловала заумными словами. Вот цитата с одного из сайтов компании. Их несколько десятков. Тоже неплохой знак. Финника – автоматизированная система генерации прибыли. Она работает по принципу прогнозируемых рисков, которые управляются статистикой децентрализованных продуктов. Ваши деньги управляются командой узконаправленных профессионалов. Язык достаточно книжный и, так сказать, тяжеловесный. Будем так говорить. 150 трейдеров работают со 150 высокорискованными инструментами, которые стремятся к доходности в 3-5% в день. Даже так. Успех пирамиды заключался еще и в том, что мошенники активно били по болезненным точкам россиян. Помимо инвестиций были и другие программы с реальными активами. По одной из них компания предлагала за 10 месяцев закрыть любой долг клиента за 35% от суммы. А в рамках еще одной программы предлагала клиентам купить недвижимость или автомобиль за 35% от их стоимости и получить их в собственность через 120 дней. На первом этапе кто-то действительно их получал. Или просто рассказывал об этом подписчикам, чтобы заработать проценты от каждого нового приведенного клиента. В какой-то момент сайт компании просто перестал работать. Личные кабинеты оказались заблокированными. Деньги выводить не получалось. В издании «Бизнес онлайн» опубликована статья. Адвокат основателя Финника никто из потерпевших не указывает на Доронина. В Ахитовском суде сейчас проходит заседание по избранию меры пресечения в отношении основателя Финника Кирилла Доронина. Следствие просит отправить фигуранта под стражу, мотивируя это тем, что он может скрыться или оказать давление на свидетелей, а также имеет двойное гражданство. Следователь сообщил, что уголовное дело по части 4 статьи 159 возбуждено 28 июля. Сегодня Кирилл Доронин был задержан и допрошен в качестве обвиняемого. Здесь мы по всей видимости видим фотографию Кирилла Доронина из здания суда. Видимо, чтобы выпить воды он снял маску и как раз видно, что это действительно он. Адвокат Доронина Всеволод Добрынин попросил избрать для подзащитного более мягкую меру пресечения. Он отметил, что никто из потерпевших по делу не указывал на Доронина как на лицо, которому они отдавали деньги. Кроме того, Добрынин подчеркнул, что пользователи сами регистрировались на платформе, при этом подписывая пользовательское соглашение. В нем не приводилось гарантии, что деньги вернут, а также не было гарантии прибыли. То есть, фактически, если пользовательское соглашение было именно так сформулировано, получается, что инвесторы действовали на свой страх и риск. Сам Доронин сказал, что вину не признает. Если можно дать мне возможность выполнять обязательства, это для меня будет лучший выход, сказал фигурант. Решение о мере пресечения пока не принято, заседание продолжается. Но эта информация, эта статья была опубликована в 17.20, а уже чуть позже все-таки было опубликовано решение суда, что Кирилл Доронин арестован на два месяца. Ну, что можно сказать по данному поводу? В середине июля Кирилл Доронин провел вебинар для инвесторов компании Финика, на котором присутствовало до 27 тысяч человек. Это заявление самого Кирилла Доронина. И на этом вебинаре он заявил, что у него нет больше связи с другими основателями компании Финика, соучредителями. Они перестали выходить с ним на связь. И он почувствовал себя вот в такой позиции, скажем так, человека, выброшенного из компании. Он не понимает, что происходит, но он будет стараться по возможности что-то делать, чтобы вернуть инвесторам деньги, открыть новую трейдинговую компанию, связаться с трейдерами и так далее. Ну, сейчас, я думаю, все понимают, даже если у кого-то из инвесторов была надежда, что Кирилл Доронин что-то сделает, сейчас, поскольку озвучено уже объявление об его аресте на два месяца, естественно, в то время, пока он находится под арестом, он не может ничего делать. К сожалению, большому история повторяется, как я много раз говорю на вебинарах, как я много раз говорю в своих роликах. Инвестиционные компании закрываются по разным причинам. Компания может закрыться, потому что она изначально была пирамидой, а любая пирамида рано или поздно обречена просто закрыться. Даже если компания была не пирамидой, а реально где-то торговала, всегда присутствует человеческий фактор. И я знаю случаи, когда компания закрывалась не потому что была пирамидой, а потому что, например, основатели компании там между собой повздорили, рассорились, не поделили деньги, и в результате компания закрылась, хотя могла бы продолжать работать. Я сейчас говорю не про компанию Финника, а про другую компанию, которая закрылась несколько лет назад. То есть, опять, скорее всего, здесь имеем дело вот с таким человеческим фактором, когда вроде бы успешная компания, даже если предположить, что в компании были трейдеры, которые успешно торговали, получали прибыль, всегда есть человеческий фактор, и вот здесь он вполне мог сработать. Как будет развиваться ситуация с Кириллом Доронином из компании Финника, покажет время. Если появятся какие-то интересные новости, конечно, я запишу об этом видео. Ну, а вы следите за новостями, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго. Продолжение следует... Продолжение следует...